Хорошо известно, что у вас сейчас утвердилась цель относительности концепта четырехмерности в пространстве времени, где соединяются время и пространственные координаты, и там допускается перемешивание пространственных координат и временных координат. Поэтому все говорят, что есть некая относительность одновременности, и по-другому одновременности нет. Цель моего доклада — опровергность этого утверждения, что все-таки есть некое неперемешивание пространственных координат и временной координат, есть некий способ выделить одну координат. Время и три пространственные координаты. Можно пролистать? И будете перестать. Ну вот, я это уже пластически сказал. Давайте дальше. Значит, вот то, что я здесь нарисовал, называется мировая линия. То есть, представьте себе, что все это происходит в четырехмерном пространстве времени, где есть метрика псевдоинклидова с сигнатурой плюс один и триминус, или один плюс триминус. И здесь нарисовано вот это вот движение некого точного объекта. Можно сказать, что это наблюдатель, если этот объект живой. И здесь, значит, точка S — это его прошлое, точка A — это его настоящее, точка B — это его будущее. И все это находится внутри четырехмерного координата. То есть, воника, международная, обычная одноверная кривая. Но все происходит вложено в четырехмерное многообразие, которое называется пространство времени. Вот. Синенькие показаны цветовые конусалы. Это не с тем, что там есть метрика, и это направление, где метрика псевдоинклидова, поэтому она имеет нули. Там это называют цветовые конусалы. Вопрос не в технике, а вопрос в следующем, в физике вещей. Вот, точка C, точка A и точка B находятся в одном континууме. Но это прошлое, это настоящее, это будущее. Могут ли они физически сосуществовать в одном физическом континууме? Не математическом, не умозрительном, а физическом? Очевидно, что нет. Потому что прошлое уже ушло, его нету. Настоящее оно есть сейчас, оно существует. А будущее еще не возникло. И тоже мы можем его математически мыслить, что оно где-то там есть, путем решения уравнения можем к нему приходить, но в физическом континууме его нет. Поэтому вот в этом четырехмерном пространстве времени не все точки являются физически материализованными в данный момент времени, вот когда наблюдатель находится в точке A. Вот точка A, вот то место, в котором он находится, оно физически реализовано, там находится. А вот эти две точки, они уже нематериальны для него, их нету. То есть в математическом и материческом континууме они есть, а в физическом континууме их нет. Давайте следующий слайд. Так, еще раз дальше. Значит, рассмотрим двух наблюдателей. Вот этот наш предыдущий наблюдатель, а этот второй наблюдатель. Если наблюдатель говорит, что вот у меня есть только вот моя точка, текущего моего состояния, моего настоящего, и больше ничего нет, то это было бы слишком странно. То есть Вселенная у нас не состоит из одной точки, в которой находится данный наблюдатель. Он, так сказать, он не солипсист, он, так сказать, он говорит, что должны быть еще точки, которые одновременно со мной, вот в точке A, находятся тоже в неком состоянии материальной реализованности, в физическом континууме. Ну и говорит, вот, допустим, это точка A. Допустим, есть вот второй наблюдатель, для которого эта точка A является его настоящим, и оно одновременно физически материализовано вместе вот с его текущей состоятельностью. То есть получается, что можно выделить некий класс точек в этом четырехмерном, не физическом континууме математическом, класс точек, который в данный момент, вот для него данный момент, материализован в неком физическом континууме. Когда эта точка переместится, то есть эта точка перестанет быть материальной, а точка материализации переместится выше, у нее будет уже другой класс. И здесь тоже какой-то будет соответствующая точка A-штрих и другая, которая тоже будет реализована в каком-то материальном континууме. То есть получается, что вот этот умозрительный, четырехмерный, не физический континуум рассваивается на какие-то классы эквивалентности, каждый класс эквивалентности материализуется в какой-то определенный момент, Потом он дематериализуется, а материзуется следующий класс эквивалентности. И так происходит эволюция. Это и есть эволюция Вселенной. Какую структуру могут иметь эти классы? Заранее так из этих философских собраний, конечно, ничего нельзя сказать. Перевесните, пожалуйста. Ну, это вот общие слова насчет того, что это класс эквивалентности. Они не пересекаются, и кажется, класс эквивалентности пересекаются с мировой линией только в одной точке. Ну, а теперь, какие могут быть сами эти классы эквивалентности? Они могут быть гладкими, они могут быть фрактальными, и они могут быть вообще какие-то сложные и безобразные множества. Естественно, если мы описываем физику, то, скорее всего, реализуются случаи гладкости. То есть, в связи с этим, законы природы, они не слишком любят фрактальность, не слишком любят ошибки структурной множества, больше, все-таки, они тягатят гладкие структуры. Давайте дальше. Поэтому мы предполагаем, что эти классы эквивалентности являются гладкими многообразиями. Какова их размерность? Ну, что мы видим вообще? Мы вокруг себя имеем трехмерный браскан. У нас еще есть одно из берега четвертых. Значит, раз мы видим трехмерный браскан, естественно, предположим, что эти классы являются трехмерными многообразиями. И они слоятся, их много. И каждый раз материализуется только одно. В этом нефизическом континууме материализуется только одна из этих поверхностей. Но этот нефизический четырехмерный континуум, он обладает метрикой псевдиклидовой. А наши поверхности устроены так, что они со световыми конусами как бы не пересекаются с внутренней. Поэтому эта метрика на этих поверхностях не вырождена, и можно построить вектор нормали. То есть в каждой точке определен вектор нормали. Его можно отформировать на единичную длину. И поскольку вот эти поверхности заполняют все четырехмерный континуум, то получается полиединичных нормали. И через это полиединичных нормали можно провести интегральные кривые, как через любое векторное поле. И эти интегральные кривые, они всегда будут перпендикулярны нашим поверхностям, потому что они через поли нормальные делали, и будут возникать вот некое такое перемещение, то есть эволюция Вселенной, вот эта зеленая, это Вселенная. Она будет происходить как некий нормальный сдвиг из одного состояния в прошлом, дальше, дальше в будущем. Теперь этот нормальный сдвиг может быть эквидистантным, а может быть неэквидистантным. Как это происходит? Вот если вот эти длины, мы берем две такие гиперповесности трехмерные, и если вот эта дистанция измеренной вдоль равной линии и вот эта дистанция измеренной вдоль равной линии неодинаковой, в метре с четырехмерной конструкцией, то мы будем говорить, что это эквидистантная нормальность. Давайте дальше. Значит, здесь мы постулируем эквидистантность. То есть это некое дополнительное предположение относительно физики вещей. То есть вот, если бы дистанцию разделить на скорость света, то получается некопеременная типа времени, и мы можем сказать, что это дистанция, интервал по времени между двумя состояниями Вселенной, которое из одного перешло в следующее. Конечно, мы будем формировать такой постулат, что все часы всех вот этих наблюдателей, которые движутся по интегральным линиям векторов нормали, они могут быть синхронизированы. Это значит, что вот того, которое по АВ определено, и того, которое определено по А штриху, Б штриху, они одинаковы. Но это фактически означает эквидистанция. То есть будет... Давайте примем постулатку эквидистанции. Значит, если его нет, то это отдельный разговор, о нем тоже можно поговорить. То есть этот постулат не такой жесткий и обязательный, но тем не менее он удобен. Давайте дальше. Значит, здесь что-то поплыло. Но хорошо. Тем не менее, вот мы знаем, что наша Вселенная начала развиваться из Большого Взрыва. Вот эту точку я обозначил как Большой Взрыв. Интегральные линии по-прежнему будут, то есть интегральные линии, как в кармане, но все они будут начинаться из этой точки. То есть они все сходятся к точке Большого Взрыва, потому что кроме нее в этот момент ничего нет. Ну и дальше, поскольку всюду их дистанцию, мы можем вот эти расстояния от точки О до Б, или от точки до Б' делить на скорость света, он будет получать некую величину порядка времени. На самом деле, это вещь известная, это и есть возраст Вселенной. Мы знаем, что он примерно сейчас 13,8 миллиардов лет. Это столько времени истекло от Большого Взрыва, если двигаться по траекториям нормальных сдвигов. Если двигаться по другим траекториям, там время зависит от траектории всегда в теле относительности, поэтому там будет другая цифра. Но вот эти траектории интегральных линий векторного поля нормальной, они являются тем естественным направлением движения, когда наблюдатель оказывается в состоянии покоя по отношению ко Вселенной. То есть получается, что можно, в принципе, выделить некую выделенную систему координат, в которой удобнее всего описывать эволюцию Вселенной. Вон дальше. Ну дальше я говорю, что... Вот есть у Рогинбейштейна, которая описывает Вселенную в четырехмерном формализме. В четырехмерном формализме. Несмотря на то, что это четырехмерное многообразие не физично, оно скорее математическое, вывод всех уравнений, динамики, в частности, вот это уравнение Штейна, тоже делается в четырехмерном формализме. Но цель моя показать, что правильнее было бы делать все в трехмерии. Мне не хочется перевыводить все в трехмерии, я просто беру это уравнение Штейна и просто его переписываю в тех координатах, которые связаны с такой трехмерной динамикой Вселенной. Можно дальше? Это просто константы, которые... Вот особенно вот это интересно. Это называется космологическая константа, она, видите, очень маленькая. Она отвечает за темную энергию сейчас, как говоришь. Она отвечает за темную энергию. А это обычные традиционные константы, это скоростью. Пойдем дальше. Значит, если мы выбрали систему координат, которая связана с вот этими наблюдателями, которые движутся по интегральным траекториям векторов в нормале, то метрика там будет вот такой, здесь вот ученица, а здесь вот это уже трехмерный метрик. То есть это обычная трехмерная метрика, которую мы связываем в трехмерных пространствах, где она находится. Давайте дальше. Подставляя вот эту метрику в уравнение Эйнштейна, четырехмерную, перевесните, пожалуйста. Можно вывести уравнение на трехмерную метрику. Они получают достаточно громоздкие, но, тем не менее, более-менее обозримые. И здесь вот, поскольку тут идет эволюция в направлении движения этой самой Вселенной от прошлого к будущему, тут стоят производные повреждения. Здесь вот, ну, это просто обозначение для производной повреждения. Все уравнения, в основном, это уравнения наши. Здесь вот тоже производные, но есть уравнения, которые не содержат производных, а не как дополнительные связи, что ли, на каждой из этих поверхностей. Правая часть. Правая часть — это трендер энергии, в его разные компоненты. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Эта часть трехмерной интерпретации, она называется тензор стресса или тензор напряжений. А эта часть — это вектор скорости, вектор перемоса энергии и вектор плотности импульса, они совпадают. Ну, и этот компонент — это плотность энергии. Т0 — это плотность энергии. Ну, то есть, все можно перефразировать в трехмерном формализме. Это делалось, это не что-то новое. Новая — это та интерпретация, которую я хочу дать, что все-таки вот эта выделенная система, она не просто одна из многих удобных, чисто математических систем отчета, а она привязана именно к физической реализации нашего пространства времени. Это, ну, то есть, ей надо придавать больший физический вес, нежели сейчас делается. То есть, наверное, надо понимать, что это есть то, как движется материал в нашей Вселенной, то, как движется пространство в нашей Вселенной, физическое, в том, не физическом четырехмерном пространстве, которое умозрительное, на самом деле. Давайте дальше. Сказав вот так, что есть вот некое множество точек, которые имеют материальную и физическую бытность в не физическом четырехмерном пространстве, мы можем дальше развивать это в сторону того, что давайте придадим этому трехмерному многообразию большую физичность. То есть, если это материальная какая-то вещь, это не пустой пространство просто, а это может пространство чем-то заполнено. Например, каким-то упругой средой. А почему мы его не чувствуем? Видимо, эта упругая среда сделана из какого-то объекта, который не взаимодействует с нашей барьерной матерью, с которой мы не сделаем. Кандидат на это и есть, это темная материя. Мы знаем, что она с нами не взаимодействует, только говорит, что она с нами не взаимодействует. А друг с другом, в принципе, она может вполне взаимодействовать. И она может, в принципе, образовывать не ту среду, которая может быть газом, или жидкостью, или даже твердым телом. И последнее очень интересно, потому что, если это твердое тело, то у этого твердого тела могут быть какие-то электронные состояния, например, как полупроводник. У полупроводника есть зонная система, электронной проводимости, и есть дырки. Ну, два типа полупроводников есть. П, П, Н, полупроводники. Вот если такое предположить, то вполне возможно, что те частицы и античастицы, которые мы наблюдаем, как бы движущиеся... Как бы в пустом пространстве. Как бы движущиеся в пустом пространстве. На самом деле, может оказаться, что они движутся вот в этой тёмной материи, которая является сплошной средой. Причём сплошной средой, обладающей каким-то свойством полупроводника. И тогда, вот, то, что в своё время директор предположил, что античастицы являются дырками после перехода чего-то из нижнего моря, которое всё заполнено в верхнее состояние, то этому может оказаться вполне, так сказать, вполне физичным. Хотя сейчас, в данном моменте, вот те люди, которые работают на ускорителе, они не осуществляют, они говорят, что античастицы, они абсолютно равноправные частицы, но никакие они не дырки. Но если они дырки, то вещь можно проверять экспериментально. То есть можно доказать, что их спектр энергии, то есть зависимость энергии от скорости, совсем другой, чем у обычных частиц. И, то есть, некие пути есть к тому, чтобы проверить, действительно ли вот этот трёхмерный континуум является материальной средой, или он не играется. Ну, если даже не тратативный, то он может быть газообразным, или жительным, там тоже какие-то свои модели будут. Вот, собственно, о чём я хотел сказать. Продолжение следует...